Девушки отдыхают Что все-таки мне удастся сейчас выжить Я еду на своем брутальном Геленвагене Останавливаю его прямо на светофоре Аварийка Как белые встречаются Поехали Привет, я Пахан Ну что ты, Андрюшенька, опять накосячил Ну давай исправим эту ошибку Не расстраивайся Еще раз Расскажи немножко о себе Чем занимаешься? Я в прошлом, можно сказать, геймерский задрот Очень любил поиграть в различного рода игрушки И волею судеб попал в контору Где можно было играть и получать за это деньги Еще, помимо прочего, писать чек-листы Находить ошибки И зарабатывать эти деньги Прошел путь от простого тестировщика До директора по качеству Работал начальником отдела разработки В принципе, считаю себя ярым евангелистом От мира тестирования В адепты, так скажем, своей секты Могу втянуть любого Не хочешь, кстати, потестировать? Слушай, а расскажи о каком-нибудь Самом интересном или самом страшном случае О том, что тебе вспоминается Какой-нибудь авурал, факап Или что-то в таком роде Ну если говорить про факап То был у меня такой В целом эпичный случай Когда я был Большим фанатом серии игр Про Тони Хука Это скейтер При этом, при всем Я пропустил критический дефект В продакшн В игре нельзя было сохраняться Вот Это было связано с тем То, что В ходе приемочных испытаний На самом финале То есть у меня была Болванка записана Я должен был провести Серию приемочных испытаний Я провел ее Не на чистом стенде На компьютере была Предустановлена эта игра ранее И там уже была папка save С того же образа Который у меня был в руках Эта папочка save Не создавалась В случае, если Игра устанавливалась В директорию С русскими символами В нашей стране Это совершенно не редкость Конечно, выпустили заплатку Афиксы написали на форумах Мне было очень стыдно Но Я извлек для себя Урок И вообще считаю Что любые ошибки Они должны быть Мудрейшими учителями нашими И Бывали и авральные ситуации Когда я ехал Там На Очередную лекцию В технопарке Меня вызванивает Мой непосредственный руководитель Говорит Леша У нас баг в продакшене Все плохо Нужно разобраться У меня через 15 минут занятий Я еду На своем брутальном геленвагене Останавливаю Прямо на светофоре Аварийка Открываю ноутбук ВПН Подключаюсь Фонзаясь Телефонные звонки Решаю вопросы За 5 минут до начала Лекции Все-таки успеваю Вбегаю В помещение А В переменах Между Так скажем В паузах между лекциями Тут же названиваю Узнаю все вопросы Идет ли работа В этом плане Мне повезло У меня потрясающая команда На которую я могу положиться И которой могу доверять Как самому себе Смотри Мы тут снимали Много программистов И находишься На такой По другую сторону Переграды И Такое Может быть Между вами Есть какое-то Сопротивление И вы как-то боретесь С друг с другом Одни пишут баги Другие пытаются Этого не допустить В массе своей Практически все Разработчики С кем-то Я не работал Они перфекционисты Они хотят Не просто создавать Продукты Интересные функционалы Какие-то решения Они хотят Чтобы это было качественно И в большинстве случаев С разработчиками Удается достигнуть Такого дзена Когда это не программер А это Брограммер Это Трушный чувак Который хочет Качественного кода И Тестировщик Ему не враг А помощник Тот человек Который дает ему Возможность Сделать его Код более качественным А вот Продукт-оунеры И проект-менеджеры Это наши общие Враги Скажем так Это люди Которые иногда Могут пожертвовать Качеством В угоду Каких-то бизнес-целей Ты говоришь Что программисты И перфекционисты Тогда получается Что тестировщики Должны быть Еще большими Перфекционистами Есть такое дело У большинства Тестировщиков В пубертатном Так скажем Периоде Есть даже Такой Заскаривающий Юношеский Максимализм И перфекционизм Это такая Одна из Болезней Тестировщиков Такая Юношеская Когда они пытаются Затестировать Программное обеспечение Просто до смерти Они тестируют Какой-нибудь Фронт-энд С использованием Мобильного Джалл-скрипта Джакса И так далее И хотят посмотреть Как это будет Смотреться в интернет-эксплорере 6 С отключенными JS И естественно Находят ошибки Но подобного рода Кейсы Достаточно быстро Сходят на нет Когда тестировщик Начинает понимать Истинную цель Своей работы Не найти ошибки И не хвастаться Что я нашел 10 ошибок 20, 50 и 100 А предвосхитить их То есть Создать какие-то Условия Выстроить какие-то Процессы Где разработчик Будет меньше Совершать ошибок Априори Отлично Мы как раз подготовили Два резюме для тебя Чтобы ты их Посмотрел Оценил И кого бы из этих ребят Ты взял к себе на работу А кого нет Что давай посмотрим У нас два кандидата Приблизительно равные условия Смотрю на общий Опыт работы С той точки зрения Чтобы понять Насколько Квалифицирован И профдеформирован Тестировщик Потому что Нередко сталкиваюсь С таким Что Проще Тестировщика Научить чему-то С нуля Чем Переучивать Уже Какие-то Правильные Или неправильные Методики Применяемые На предыдущих Местах работы И чем крупнее Компании Здесь например Я вижу Парень работал В комоде Достаточно неплохая компания Нередко предоставляет Своих спикеров На профильные конференции Скорее всего У них с процессами Все хорошо И тот опыт Который Этот соискатель получил Там Сыграет ему на руку В некотором роде Мне кажется Все-таки Пытается Бросить пыль в глаза Тем Что пишет Англицизм И различного рода Вещи А ну Тут все понятно Он пишет много на английском Потому что у него есть Сертификат Это ISTQB В принципе Штука не хорошая Но оговорочка Пафрейда Что называется В массе своей Этот сертификат Все-таки Дает представление О Каких-то Классических вещах В мире тестирования В определениях Самой организации Которая раздает Эти сертификаты Не так давно У меня было Собеседование Кандидата У которого был Опыт тестирования Около года И мы проводили С ним беседу В течение 40 минут Я пытался выяснить Его личностные Мотиваторы Фундаментальной компетенции Там ответственность Увлеченность Сделан И так далее И не задал ему В принципе Ни одного вопроса По предметной области Тестирования Честно Кандидат был Просто вне себя В ярости В бешенстве Потому что Он рассчитывал Что ему начнут Задавать классические Вопросы Расскажите нам Как оформлять ошибки Расскажите о видах Тестирования Я ничего об этом Не спрашивал И мотивировал Это очень просто Всему этому Я сам Или мои сотрудники Могут научить Буквально за месяц Или два Дать основные определения Научить правильно Ставить ошибки Писать тест-кейсы И разобраться В многообразии Видов тестирования А вот является ли Человек ответственным Насколько он увлечен Делом Насколько он Мотивирован работать Эти вещи Изменить И обучить им Невозможно Если человек Безответственный Я не смогу Прочитать ему Тренинг По ответственности И сделать его Сверхисполнительным И ответственным сотрудником Ты понял Интересную тему Про хобби Ну В компании Известно Твое хобби Ты популярный Рэп-исполнитель Расскажи немножко Об этом Ну В свое время Я как и подобает Молодому мужчине Читал легкую Или тяжелую рэпчину Предпочитал это делать В режиме фристайл Ну Чтобы ты это точно Представил Возьми И дай мне Три слова Так чтобы Они были не готовы Стул Возможно 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 у меня Закончились слова И я мог бы вспомнить Их из предыдущего Дубля Ты сказал Другаться матом А нет Это в другой студии У каждого человека Должно быть хобби Это хобби Может найти Свое отражение В дальнейшей работе Тогда у человека Будет не работа На которой он страдает И мучается А будет Высокооплачиваемое хобби Ты такой Брутальный парень Я смотрю В шрамах Не знаю Может быть В татуировках Приходилось Биться с проектами? Не раз Да Раньше были Тяжелые аргументы Бейсбольная бита Ножи Кастеты Ну А в принципе Группа поддержки У меня была Подобающая Есть ребята Которые занимаются Пауэрлифтингом Есть бывшие опера Разные Способы Так скажем Воздействия Морального Например У меня была девочка Бывшая воспитательница Детского садика Она иногда Могла подойти Там к разработчику И там Ну что ты Андрюшенька Опять накосячил Ну давай Исправим эту ошибку Не расстраивайся Как это подойти С точки зрения психологии Ну А иногда Конечно И силовое воздействие Бывали случаи Когда приходилось С силой Выставлять Проджектов Из кабинета Заставлять их Извиниться Перед отделом Тестирования В этом плане Я например Глубоко убежден То что Хороший руководитель Должен быть Не столько Таким Не знаю Тираном и деспотом Для своих Подчиненных Для своей команды Сколько Их защитником И щитом Перед окружающим миром Поэтому Да Шрамы Это Почта Это Облако Все бывает Но хотелось бы Посмотреть как ты Тестировку Это вот Получить часть Твоего мастерства Сможешь сделать Тест план На главную Mail.ru Да Давай попробуем Расскажу О каких-то Базовых принципах Составления Простенького Чик-листа Первый блок Который мы видим Это шапка Назовем Пункт 1 А второй блок Который мы видим Это Блок Не знаю Регистрация Авторизация Назовем его Так пока Третий блок Слева мы видим Это Партнерские проекты Назовем их Как-то так Затем у нас Есть строчка Поиска Контент блок Справа давайте У нас Баннеры будут И внизу Назовем это Информационный блок И Замыкает у нас Страничку Футр Подвал Того у нас Получилось 8 пунктов Которые мы Должны Проверить Дальше мы Можем заняться Уже Его какой-то Детализацией Делать Внутреннюю Вложенную Нумерацию Есть пункт 1 Это шапка Пункт 1.1 Это Проверить Что мы хотим Проверить ссылки 1.2 Мы хотим Проверить Переход на Страницу Регистрации 1.3 Хотим Проверить Что у нас Работает Вход Таким образом Можно составить Чек-лист На всю Главную Страницу В общей Сложности Мне видится Что здесь Проверок Будет Не меньше Сотни Двух Хотя С виду Мы имеем Казалось бы Достаточно Простой Функционал Где у нас Всего Парочка Блоков Парочка Ссылок И парочка Баннеров Поэтому Если кому-то Интересно Могут Вознакомиться С этими Материалами И попробовать Свои силы Приходить На собеседование К нам В компанию Или найти Для себя Подходящую Компанию На рынке Как думаешь Сложно ли Научиться Тестированию Нет Есть ли Какое-то Место Где этому Учат Голова Какую Операционную Систем Предпочитаешь Винда Пишешь Код Нет Выбираем Между Крупной Компанией И каким-то Небольшим Проектом Что бы ты Выбрал И в Первом И втором Варианте Есть свои Плюсы Наверное Маленькая Компания У тебя Есть какой-то Кумир Мне нравится Джеки Чан Все трюки Делает сам Рисковый Парень И При этом Очень Артистичный А из рэп Исполнителей Я сторонник Старой школы Мне нравится Творчество Bad Balance А сложно ли Устроиться Тестировщиком Бауру Что касается Специалистов В Москве То отбор Более чем Жесткий Потому что Здесь у нас Средоточена Группа Автоматизированного Тестирования И там Должен быть Солидный Бэкграунд И Ну такое Желание Быстро Вливаться В работу Как думаешь Какие IT-профессии Умрут 60 лет Мне кажется Скоро Со всем Умрут Контент-менеджеры Роботы Научатся Писать Сеошные Тексты Сеошные Тексты А когда Тебя Заменит Робот Честно Я Сам Прикладываю Руки К тому Чтобы Меня Поскорее Заменил Робот Потому что Я по натуре Очень Ленивый Человек И считаю Что Много Моей работы Может сделать Робот Поэтому Надеюсь Что В самом Ближайшем Будущем Ну 80% Моя Работа Заменит Робот Я смогу Больше Отдыхать Меньше Работать На какого Супергероя Ты хотел Быть похож Супергероя Наверное Я бы хотел Быть похожим На Такого Супергероя Которым Гордился Б мой Сын На что Тебе Не хватает Зарплат На Прокачанный Гелик У тебя Ж Был Да Был Пришлось Вместе С Кандидатов И Сотрудников Его в лесу Оставить Немножко Закопать Немножко Подпалить Сейчас Коплю На новый Ну И Какие Каким Вещами Ты не Любишь Заниматься Прожиганием Времени И Программированием Спасибо Леш Пока У нас В студии Был Алексей Петров Директор По качеству Мэйлору Групп Ставьте Лайки Подписывайтесь На наш Канал Задавайте Вопросы В комментариях И присылайте Резюме Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров